Прочитаем из книги Пророка Захарии, 6 главы, стиха 11. Возьми у них серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иоседекова, Иерея Великого. И скажи ему, так говорит Господь Савов, вот муж, имя ему, отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу его, сядет и будет владычествовать на престоле своем, будет священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. Братья и сестры, пророчество Захарии началось после возвращения первой группы переселенцев из Вавилонского плена. Эту группу возглавляли Зоровавель и Иисус, сын Иоседеков. Надо сказать, что первая группа оказалась немногочисленной. Евреи, которые уже прижились в Вавилонском плену, построили свои дома, построили синагоги, не очень-то охотно отозвались на указ Кира, чтобы возвратиться обратно на свою родину. Поэтому первая группа переселенцев была достаточно маленькая. Они пришли с большим энтузиазмом. И первое, что они сделали, это начали восстанавливать жертвенник, потому что храм был полностью разрушен. После этого они взялись строить храм. И на этом таком энтузиазме было построено основание храма, фундамент. Дальше случилось то, что часто случается, когда делают дело Божье. В Заречные области начальники, они позавидовали строительству храма. Они написали клеветнические письмо царю Артаксерксу. И таким образом работы по созиданию храма были приостановлены. Некоторые историки говорят, что работы остановились на 16 лет. Поэтому Бог посылает таких пророков, как Агей, как Захария, чтобы они вдохновляли Божий народ, несмотря на препятствия, возвратиться обратно к созиданию храма Божьего, где бы люди поклонялись живому и святому Богу. Написано о том, с чего нужно начать эти работы. Очень интересное начало. Нужно пойти к тем начальникам, которые вышли из Божьемовского плена. У них хранились сокровища, все те, которые пожертвовали евреи для строительства храма. И сказали, что возьми из этих сокровищ и не встрой храм, а возьми и сделай венцы. Как-то кажется и не очень тактичным, когда, может быть, средств на храм не хватало делать венцы и венчать Иисуса, сына Иисадекова. Более того, написано, сделай венцы, не один венец, а два венца, и возложи на голову Иисуса, сына Иисуседекова, Иерея Великого. И скажи ему, так говорит Господь Савов, вот муж имя ему отрасль. Он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. И дальше сказано, что он будет и владычествовать, и он также будет первосвященником. Вот эти два венца, которые, по свидетельству историков, они соединялись каким-то образом в один, они говорили о том, что Иисус, сын Иисуседекова, он примет власть как ложь народа своего и как первосвященник. Хотя в Израиле до этого это все запрещалось, но тем не менее, в этот такой исторический, кризисный период, Бог говорит о том, что сделайте венцы, и пусть все признают авторитеты Иисуса, сына Иисуседекова. Братья и сестры, хотя Иисус, сын Иисуседекова, это реальная историческая личность, но он не может для нас быть только историческим, потому что это прообраз, который явно и ясно указывает на другую отрасль, на другого Созидателя, другого храма, на Господа Иисуса Христа. Обратите внимание, что сказано здесь же про Казахарий, но в третьей главе. Если мы будем читать первые три стиха, потом еще и девятый стих, то вот что мы узнаем. И сказал Господь Сатане, Господь да запретит тебе Сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня. Иисус же был одет в запятнанные одежды и стоял пред ангелом. И дальше сказано с восьмого стиха, Выслушай же Иисус Иерев Великий, ты и собраде твои сидящие пред тобою, мужи знаменатели, вот я привожу раба моего отрасль, ибо вот тот камень, который я полагаю пред Иисусом, на этом одном камне семь очей, я выражу на нем начертание его, говорит Господь Савов, и сглажу грех земли сей в один день. Иерей, братья и сестры, очень ясное указание, запачканные одежды и сглаженный грех. О ком это сказано? Это явное указание на Господа Иисуса Христа. Как же собирается вот созидать храм, этот уже новый Иерей, новый Иисус, не тот исторический, но наш, Господь Иисус Христос. Конечно, мы знаем, что Он пришел в этот мир, Он родился, и Он принял на Себя и царское величие, и перевосвященничество. Во время своей земной жизни мы замечаем, что наш Господь Иисус Христос имел особую ревность к храму Божьему. Вы знаете, что когда Он был еще ребенком, говорят историки, что Ему было лет 12, может быть даже меньше, Он потерялся, родители везде искали его, три дня искали его, везде его искали, только не в храме. Удивительно, да, они даже не подумали, что мальчик может быть в храме. Когда они пришли, что же они видят? Они видят, что он там сидит и читает, и вразумляет раввинов. Вот такова ревность была о храме Божьем. Вы знаете о том, что Он побуждал людей жертвовать на храм. Вы знаете о том, что будучи в такой ревности, увидевши все то, что творится беззаконно в этом храме, он вошел туда уже перед своим страданиями, начал наводить там порядок. Конечно, не об этом храме заботился наш Господь Иисус Христос. Матфея в 16 главе Он скажет, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И это же подтверждается в постании Колоссянам, 1 главе 18 стихом. Другими словами, точно так же, как венчание венцом славы должно было привести народ иудеи к тому, что они снова начнут строить храм Божий, основание которого уже было заложено. Так и сегодня, братья и сестры, там, где венчается слава и наш Господь Иисус Христос, там созидается и укрепляется Его святой храм. И об этом мы читаем различные тексты из Священного Писания. Мы читаем посланник евреям, 2 глава 9 стих сказано, «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус Христос». А у посланника Ефесянам, 1 глава 12, сказано, «Дабы послужить похваляя славой Его нам, которые ранее уповали на Христа». Другими словами, как только народ Божий начинает венчать славой, венцами славы Господа Иисуса Христа, храм Божий созидается, он созидается в мире, он созидается в благословении. Но что это значит венчать славой Господа Иисуса Христа? Я скажу всего два тезиса, и мы с вами помолимся. Прежде всего, братья и сестры, признавать Его первосвященничество, признавать в Нем заступника. Слово священник кто-то переводил, как тот, кто строит мосты, строящие мосты. Мы знаем о том, что Он является сам мостом, Он не просто строит мосты, Он сам мост между человеком грешным и святым Богом. Потому что в книге Деяния Апостолов, в 4 главе сказано, «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения». Более того, следующий сих говорит, «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Многие христиане воспринимают этот стих как золотой. И, конечно, мы со снисхождением смотрим на тех людей, которые до сих пор делают себе изображение, будь то Святой Марии или другого какого-то, как люди считают, святого. На самом деле, это обычный грешный человек. И поклоняются ему, и молятся ему, и просят человека о прощении. Разве человек в состоянии просить грех другого человека, если он сам грешный? Только Святой Иисус Христос, который стал священником под чином Милхиседека, он может простить и принять человека. Поэтому, признавая в нем его первосвященничество и падая перед ним на колени, мы таким образом венчаем его венцом славы первосвященника. Поэтому мы, евангельские христиане, баптисты, братья и сестры, мы не стыдимся слезы раскаяния. Мы приходим к нему такие, какие мы есть. Мы признаем его священство и его право прощать грехи. И своим покаянием и смирением мы желаем сложить свои грехи у его святых ног. Но, и я скажу вам, братья и сестры, что в той церкви, где люди соревнуются друг с другом в мнимой святости, они каются перед Богом, такая церковь созидаться не будет. Она будет постепенно и последовательно разрушаться. Но там, где люди каются и плачут, и просят прощения, и говорят вместе с апостолом Павлом, что Христос умер за грешников, из числа которых я первый, я первая, такая церковь будет созидаться и укрепляться. И мы нуждаемся в этом, чтобы своим покаянием возвеличить Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Но мы должны возвеличить его не только как первосвященника, но и как и царя, как владыку. Библия неоднократно представляет нам царственное величие Господа Иисуса Христа. Я всего один текст прочитаю из Послания Колоссянам 1.18. О, весь глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Братья и сестры, когда мы венчаем венцом царя нашего Господа Иисуса Христа, это означает, что мы отдаем ему приоритет. Это означает, что он имеет первенство в нашей личной жизни и первенство в нашей церкви. Нет более важной персоны в новозаветней церкви, чем персона Господа Иисуса Христа. Для нас это очень важно. Жертвенность, преданность делу Евангелия, при этом смирение, все это отражает наше желание признать величие Господа Иисуса Христа. И возвеличить его, и прославить его как царя. Да, братья и сестры, нам это нелегко. Вы знаете, те люди, которые тоже принесли вот эти драгоценности с Вавиловского плена, им говорят, что давайте мы будем делать венцы. Они не понимали для чего это. Они не знали, что в этом был скрыт великий прообраз. Но в этом была воля Божия. И им нужно было отдать это серебро и золото, которые, может быть, они считали, что нужно для чего-то более важного. Вы знаете, очень часто в нашей жизни нам приходится делать выбор. Мы могли бы, может быть, получить другое образование. Мы могли бы сегодня работать на другой работе, которая более доходная. Может быть, мы бы по-другому себя вели, у нас был бы другой круг людей. Может быть, в сегодняшнее время мы бы посвятили для чего-то другого. Очень часто мы встаем даже на вечернее собрание, идти на собрание, а тут какая-то работа. И мы понимаем, что первенство принадлежит Иисусу Христу. И мы отдаем Ему это первенство. И мы жертвуем для Него в начале уже 20-го столетия, когда Бог открыл известному проповеднику, лорду Рецтаку, что Он должен идти в Россию проповедовать Слово Божие. И спустя некоторое время Он сел в поезд и отправился в Россию. Но на одной из станций пришла телеграмма, что Его горячо любимая мама смертельно заболела. Ему рекомендовали, чтобы Он сошел с поезда, пересел на обратный поезд и вернулся снова домой, потому что Он может не увидеть больше свою маму. И Он взял эту телеграмму и чувствовал, что идет большая борьба в Его сердце. Что же делать? Возвращаться или идти проповедовать Евангелие? И в конце концов Он помолился о маме и продолжил свое путешествие в Россию. Вы знаете о том, что пробуждение начнется именно благодаря Ему, потому что покается полковник царской армии Василий Пашков, потом Модест Корф, потом княгиня Софья Ливен покается. Это очень важные, знаменитые люди, которые дальше понесут свет Евангелия погибающей России. Братья и сестры, и сегодня в этом собрании хочу вместе с вами поблагодарить нашего Господа Иисуса Христа за то, что, любя нас, Он пришел в этот мир. Он хочет созидать свой храм на земле. Он хочет созидать и укреплять нашу поместную церковь. Но для этого нам нужно венчать Его, венцом славы, прославлять Его, признавать Его как первосвященника, каяться, плакать и слагать у ног Его и святых все свои согрешения. И для этого нужно подчиняться Ему и отдавать Ему первенство в своей жизни. И сегодня Сам Он призывает нас, чтобы мы венчали славу рожденного Господа Иисуса Христа, и пусть святой храм Его созидается, принимая под свой покров все новые и новые души, которые так нуждаются в спасении. Да благословит Господь нас в этом и поможет нам. Аминь. Давайте мы встанем, кто желает, молимся.